Настолько они забились сейчас во время давки, что мне растяжка тяжело дается. Мышцы прям полом стоят. Ну, конечно, у меня еще вчерашняя тренировка наложила двухчасовая. Но мне кажется, вы тоже. То есть, чем больше тонус ножки... Но опять-таки, я что хочу сказать. Если у вас ножки очень сильно загружены, вы много бахали сейчас, видите, они забиты, не надо им давать усилия, чтобы они растянулись. Потому что если волокно пересокращено, пережато, вы начнете его растягивать. То есть, оно вместо того, чтобы расслабиться, потому что оно еще пока в гипертонусе, оно просто у вас порвется, и вы все растяжение получите. Поэтому после интенсивных нагрузок, девочки, растяжки должны быть очень мягкие, аккуратные, просто чтобы слегка мышцы расслабили и улучшили в них кровообращение. А не пытались после мощной тренировки, просто их вообще в половину порвались. Плюс еще напомним, после тренировки болевой порог, он повышается, потому что у вас физическая нагрузка дает хороший выброс эндорфина. Вот те, кто занимает спортом, у них депрессия, всяких суицидов, а в том-то и не бывает. Потому что они занимаются спортом, и мышцы при своей нагрузке дают, ну, как вообще мозг от этой всей темы дает эндорфины. И, соответственно, вы в эйфории, вы кайфуете, вы в блаженство, и вы можете не заметить тот порог боли, после которого уже мышцы начинают рваться. То есть вы просто выйдете, о, сейчас я задавлюсь сильнее, просто себя порвете, и потом ничего не сделаешь. Вот, поэтому, это еще раз, я, что очень аккуратно, растяжку после нагрузок. Вы одарнули, как я тут вещала, разъезжаемся снова. У меня опять левая нога. И дышаем, две минуты, пошли.